Всем привет, с вами Вирджил и Димаус. И сегодня мы продолжаем тему классических ПК-игр на PlayStation. Среди них есть как и впечатляющие по своей задумке апгрейды, так и поражающие по степени падения даунгрейды. Но все игры имеют отличия, а какие-то вы даже не узнаете. Прошлый выпуск набрал больше тысячи лайков. Стало быть, многим из вас тема интересна. Начнём мы с очень популярной линейки игр, по мотивам которой в итоге сняли фильм. Да, Wing Commander одна из самых амбициозных серий игр 90-е. Всё началось с экшен-ориентированного космосима с увесистой сюжетной линией и хорошим движком. При этом игра была нелинейной, с массой диалогов на своей станции и перестрелок за её пределами. А к третьей части здесь была и быстрая полигональная графика и шикарное видео с голливудскими актёрами, спецэффектами и хорошей музыкой. Проект рос как на дрожжах. Казалось бы, PlayStation идеальный кандидат для переноса такой игры. Она умела воспроизводить видео встроенным кодеком и хорошо справлялась с полигонами из-за 3D-ускорителя. Да, и с видео-вставками, которых тут на 3 с лишним часа так и вышло. Они смотрятся лучше и имеют меньшую пикселизацию и потерю цвета из-за сжатия. Почти нет условного бендинга, когда вместо плавных переходов от оттенка к оттенку есть заметные полоски. Более того, на PlayStation попали даже сцены, которых на ПК нет. Это минут 15 видео, которое не включили, чтобы не заполнять диски на 100%, и соображение совместимости с ранними CD-приводами. А на консолях такой проблемы не было и получился почти директор скат, да и качество звука и эффектов стало получше. Но если это можно считать за плюс, то вот сердце, сердце тигра, а именно схватки в космосе, выглядят не так радужно. Если на компьютерах игру можно было запустить в SVG-качестве с красивой графикой кокпита, то здесь разрешение в два раза меньше, на экране лишь полоски индикаторы, а сама картинка выглядит беднее с фирменным дрожанием текстур. Похудели в качестве даже двумерные объекты в космосе. Скорость работы хорошая, детализация приемлемая, но для этого пришлось пожертвовать наземными миссиями, где вместо пустоты космоса уже был какой-то ландшафт. Что весьма странно, потому что на ЗЧ также были другие космосимы, та же серия Colony Wars и авиасимы вроде Ace Combat. Стильный, яркий, красочный и очень кровавый. Серия Crusader была легендарной в середине 90-х. Это был изометрический экшен, где было просто фантастическое интерактивное окружение, все можно было разнести, взорвать и обрушить, а число разных анимаций смерти превосходит даже Fallout. Однако здесь была и сюжетная линия, и дневники на уровнях, и видеоставки, и какая-то общая прогрессия. Все это под крутой саундтрек от Некроса, о котором вспоминают и сегодня. Но то была версия под DOS, с весьма серьезными требованиями к системе. Что же там было на PlayStation? А на PlayStation она появилась год спустя, в декабре 96-го. Это во многом тот же Crusader, здесь схожие карты, та же графика, даже саундтрек остался без особых изменений. Но если на ПК она имела разрешение в 480 точек, то здесь лишь в 240. То есть довольно четкая картинка урезана вдвое, и это видно по замыленности спрайтов и объектов. Интерфейс, окна и даже главное меню были переделаны с учетом этого. И хотя она пострадала в плане разрешения, скорость работы стала весьма плавной, и управлять красным человеком с геймпада значительно удобнее. В качестве платы за ожидания были добавлены новые маневры, перекаты вперед, новый вид оружия, 3 новой анимации смерти и прозрачные стены, чтобы было видно, когда сайленсер стоит за ними. Что позволяет избегать ситуации, когда герой встал за стеной, и непонятно в каком направлении он смотрит и куда идет. Есть серии игр, которые не нуждаются в представлении, поэтому просто Warcraft. Если первая часть была в числе первых реалтайм стратегий и была сыровата, то во второй авторы нашли что поправить и улучшить, чтобы добиться эквилибриума. Это все та же базовая классическая RTS, где нужно собирать несколько типов ресурсов, чтобы потом возводить здания и производить юнитов и боевые машины. В сиквеле разрешение и четкость увеличивались вдвое, подправили интерфейс, управление, да и практически все. В итоге Warcraft 2 занял второе место по продажам компьютерных игр за 96-й год и отправил Blizzard в зал славы. Этот порт вышел в 97-м году и имеет название Dark Saga, потому что он включает как контент из оригинала, так и из официального дополнения. Игру предваряет новая заставка, но после нее следует знакомое видео из Warcraft 2. Качество роликов тут опять же лучше, видео хотя и не без сжатия, но в нем больше цветов и меньше зернистости. Но как только мы попадаем на поля битв, то бросается в глаза, что разрешение стало меньше. Шрифты в брифингах более пиксельные, а в самой игре все более сжатое и с меньшим количеством деталей. Для экономии места избавились от привычной рамки и интерфейса сбоку. Теперь при клике на юнити или постройке всплывает небольшое прозрачное окошко с контекстным меню вместо этого. Если вы хотите увидеть информацию, то надо зажать клавишу. Однако масштаб остался тем же и скорость работы достойная. Из новых функций добавили возможность выбора нескольких юнитов за раз и упростили часть микроменеджмента с постройкой и производством, где вы могли автоматизировать часть задач. Как ни странно, порт этой реалтайм-стратегии не поддерживал официальную мышь для PlayStation. Да, для меня лично играть в стратегии не с помощью мыши это какое-то извращение. Но тем не менее. Следующая игра у нас Descent и он стал неожиданным хитом и на ПК и на PlayStation. Полное 3D пришло не из офисов авторов Doom, а от Parallax Studios, которые выкатили Descent в самом конце 1994 года. В этой игре вы управляли небольшим космическим кораблем, который летал по лабиринтам, уничтожал взбесившихся роботов и спасал заложников. В шутерной части действовали правила первой волны 3D экшенов, а не симуляторов. Но при этом корабль не был прибит пол и мог летать и переворачиваться как душе угодно. Некоторые этого даже не выдерживали. Сочетание всех этих составляющих плюс революционные ощущения полного 3D сделали её настоящим хитом. Но если на ПК это был бюджетный релиз, то на PlayStation его ждал тёплый приём. Игру помыли, почистили и дали новый прикид. Начать стоит с саундтрека, потому что для PlayStation он был перезаписан заново. Вместо миди или саундбластера это были мрачные техно, электроника и индастриал треки от Алистера Бримбла, плюс пару лицензированных композиций от других авторов. Всё написано на реальных синтезаторах и гитарах, и хотя DOS-версии музыка также была, с PlayStation по качеству и драйву она не сравнится. А также вместо статичных экранов брифингов добавили новые пререндеренные заставки даже с озвучкой. А сама игра получила новые эффекты, динамическое освещение от разных типов выстрелов, которое озаряло тоннели разными цветами. Вдобавок здесь было 5 дополнительных карт и возможность играть по сети. Да, это не сплит-скрин, а именно соединение двух консолей при помощи аксессуара Link Cable. Также она поддерживала уже полюбившийся вам двойной аналоговый джойстик. Если игры, о которых мы говорили до этого, переносили на приставку от Sony с опозданием на год или два, то была и та, что ждала в своей очереди целых 7 лет. Причём это не ремейк. Встречайте Леммингс. Да, это та смесь головоломки и стратегии про маленьких человечков, которых нужно провести к выходу на уровни. Хотя некоторые получали садистское удовольствие, отправляя их на верную погибель. Она появилась ещё в 1991 году на компьютерах того времени и была выпущена для 25 разных платформ, начиная от 8-битных типа Spectrum, портативных консолей и заканчивая релизом на 32-битный Powerhouse PlayStation. Как она очутилась так далеко от дома? Вероятно, это произошло потому, что её издателями были Psygnosis, которые стали ведущей британской студии Sony, а авторами игры были DMA Design, которые создали GTA. Конечно, игру подтянули к релизу, поменяли меню, сделали 3D-заставку, которая должна была пролить свет на предысторию. Лемминги плясали на сцене в каком-то театре, пока одному из них не надоело, и он дёрнул зарубильник, после чего они все провалились в люк на сцене и упали в пропасть. Вот и всё. Но больше удивляет не то, что поменяли, а то, что оставили без изменений. Музыка – это ремикс оригинала с ПК или Амиги на дешёвом синтезаторе. Графику вообще сложно отличить, есть разница только в интерфейсе, потому что на PlayStation было на 40 пикселей больше по высоте, и кнопки снизу экрана сделали повыше, а шрифт – поменьше. В остальном – то же самое. Разве набор уровней на PlayStation побольше? Классика, конечно, незыблема, но можно было сделать версию куда лучше. На PlayStation хватало гоночных игр. Это и Need for Speed, Test Drive, Gran Turismo, Ridge Racer и многие другие. Но нашлось на ней место и для гонки, которая изначально была выпущена под DOS. Это High Octane от Blue Frog Games. Зачем же компании, делавшей стратегии, выпускать футуристическую гоночную аркаду? Видимо, чтобы выполнить обязательства по контракту. По легенде, её сделали всего за два месяца. Но это не означает, что High Octane – это лажа. Напротив, там была и продвинутая 3D-графика, и опциональные текстуры, скоростные поездки на ховеркарах и элементы гонок на выживание. Игра была портирована на PlayStation сразу же в 95-м. И с виду порт сделан очень близко к ПК-версии. Даже графика, меню и интерфейс слабо отличаются, если не считать отсутствие настроек графики. Но отличия становятся понятными, как только начинается гонка. Дистанция прорисовки маячит за углом, и трасса рисуется на ваших глазах буквально под тайлом. Это при том, что здесь высокие скорости и машины без колёс. А быстродействие игры также неудовлетворительно, несмотря на меньшее разрешение, она ниже, чем на ПК тех лет. Возможно, дело в том, что Бульфрок поленились и использовали движок от SEO Magic Carpet – симулятора ковра самолёта, в котором были открыты пространства, и не было никаких гоночных состязаний. Тайкуны, или стратегии-менеджеры, были очень популярными жанрами в 90-е нулевые. И одним из первых стал транспорт-тайкун, то есть транспортный магнат. Ваша цель – выстроить сеть сообщений между населёнными пунктами, объединить их дорогами, железнодорожными путями, строить аэропорты и причалы, и чтобы все они развивались. Нужно также закупать новые виды транспорта и изрядно копаться во всём. Игра вышла в 94-м, стала настолько популярной, что уже через год выпустили улучшенное делюкс-издание, а в начале нулевых сделали полностью открытую версию OpenTTD. На PlayStation же она появилась в 97-м. И нет, она не превратилась в аркадный симулятор поезда. Это во многом та же стратегия про построение своей транспортной империи. Пиксель-арт оригинала потерял в чёткости, а интерфейс переехал сбоку наверх. Но самое интересное было в другом. В Японии он назывался Transport Tycoon 3D. И если мы присмотримся, то во время игры появилась кнопка 2D. Если на неё нажать, то игра переключается на полигональный 3D-движок. Угол камеры меняется, масштаб уменьшается, но вы можете видеть всё, что вы построили в честном 3D. Причём здесь была возможность зума, то есть камера могла приближаться и буквально заглядывать в окно каждого автобуса и трамвая, посмотреть в глаза лично каждому пассажиру, если бы они тут были. Не каждый день видишь проект, где используются два графических движка. Не надо и говорить, что на ПК такого не было. Да, довольно интересное нововведение. Такой, казалось бы, классической игре. Да, но на этом мы закончим нашу подборку классических ПК-игр, которые вышли на консоли от Sony. Первый PlayStation. Разумеется, это не всё, потому что, как вы знаете, на PlayStation выходило пару тысяч игр, то есть огромная библиотека. Если вы хотите видеть продолжение этой темы, ставьте лайки. Как только видео наберёт 1000 лайков, мы сделаем следующее по этой теме. Да, спасибо за просмотры, прослушивание и до следующих встреч. Всем пока!